Какое удивительное назидание! Каждый из нас может сегодня вынести из сегодняшнего Торжества. Кого берет с собой Христос? Петра, которого прежде называют камнем. Камнем твердыни веры. Ты, Петр, камень, и на тем камне сози жду церковь мою, и врата ада не одолеют я. Он берет с собой Иоанна, апостола любви, который потом и напишет Евангелие, за что потом и прозовут его апостолом любви, потому что он проповедовал любовь, и любовь помогла ему сохраниться на патмосе во время ссылки и страшных гонений. И он берет с собой апостола Иакова. Иаков – это образ терпения. И так, чтобы даже мысленно сподобиться быть со Христом на фаворе, нужно избрать и для себя, прежде всего, твердыню веры, безусловную любовь ко Христу и, конечно же, ко всему приложенное терпение. Вот почему, дорогие братья и сестры, в этот праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа каждый из нас призван преобразиться. Но как понимает это человек обычный, мирской? Надо переодеться, надеться в светлую одежду. Вот тебе и преобразился. Женщины понимают, что нужно привести себя в порядок, но разве этого преображения требует от нас Христос? Христос требует от нас внутреннего преображения, чтобы мы, подражая тем трем добродетелям, с которыми только и можно мысленно вознестись и оказаться рядом со Христом преобразившимся, это, конечно же, укрепиться в вере. Укрепиться в вере нам поможет чтение Евангелия. Именно Евангелие дает человеку возможность не сомневаться в истинности Христа. А, конечно, кто часто молится, общается с Богом и приходит в храм, он проникается ко Христу любовью. Христа нельзя не любить. Он настолько возлюбил этот мир, что себя отдает, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Того, который подарил нам жизнь вечную, победил смерть наших родных и близких, и нам даровал живот вечный. Невозможно разумному человеку не любить. На этом пути очень много всевозможных препятствий. На этом пути очень много преград. На этом пути очень много искушений. И преодолевать их нам поможет Евангелие, твердая вера во Христа и любовь к Нему. И только тогда, укрепившись терпением, укрепившись в вере, мы достигнем этой вершины, наверху которой преобразившийся Христос. Вы видите, даже не всех учеников берет с собой на фавор Господь. Не каждый исподобляется увидеть это преображение. Но для чего Христос показывает сегодняшним торжеством свое преславное преображение? Чтобы когда ученики Его увидели распинаемым, страдания своего Господа уразумели вольное. Никто не мог ни связать, ни поймать, ни посадить в темницу владыку всего мира, сотворившего небо и землю, и все, что в них. Он сам отдает себя на добровольные страдания. И люди, которые укоренились во зле, которые утратили веру, которые потеряли любовь, которые презрели терпение, они распинают владыку своего и Господа нашего Иисуса Христа. И Христос добровольно отдает себя на эти страдания. Вот еще один очень важный урок из сегодняшнего торжества. Когда вы увидите поруганного Христа, когда увидите поруганную церковь, или, может быть, даже взорванную, а может быть, расстрелянного священника, а может быть, изуродованную икону, вот тогда страдания, уразумейте, вольные, что Бог и пришел в этот мир, чтобы показать верующим в Него злобу мира и показать славное свое преображение всем тем, кто возлюбит Христа, всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим. Пока мы видим славное преображение, преображается мир, освещаются яблоки, виноград, все поздравляют друг друга, но запомните этот день преображения, чтобы когда будет тяжело в вашей жизни, что когда понадобится предпринять сложные и, может быть, очень трудные усилия для того, чтобы выжить, вспомнить этот день, как потом вспоминал Петр, даже тогда, когда отрекся, свет Христово преображения не позволил ему сделать то, что сделал другой ученик Христа по имени Иуда. Пошел и удавился. Он нашел в себе силы вернуться к этому свету и, повинившись, трижды исповедовать во Христе Бога и истинную любовь. С праздником, дорогие! Пусть этот праздник преображения не будет для нас праздником фруктов и овощей. Пусть это будет праздник началом нашего восхождения на гору Фавор, вооружившись этими добродетелями, верою, терпением и любовью ко Христу преобразившемуся. Вот тогда только и мы сможем внутренне преобразиться, стать лучше и хоть чуточку добрее. Спасибо вам за молитву, дорогие мои. Приходите чаще и не смотрите на тех, кто не ходит на гору Фавор. Им это не нужно. Они света этого видеть не могут. Не всем открывается этот свет. Но каждый из вас, сегодня поднявшись по ступеням храма, взошел на этот Фавор. А кто причастился, тот причастился этого Фаворского света, который да просветит душу и сердце каждого из вас. Почаще причащайтесь, молитесь и будьте ближе к Богу. Только Он остается нашим Спасителем. Больше нам надеяться с вами не на кого. Храните веру, укрепляйтесь в терпении и умножайте в своих сердцах любовь. Вот этого мне и хотелось пожелать всем вам сегодня в этот всеосвещающий праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа. Да воссияет и нам свет твой пресносущный, Христе Божий наш, молитвами Богородицы, светодавчи. Слава тебе. Аминь. Аминь. Аминь.